Дорогие друзья, мы продолжаем нашу недельную главу Нах. Ковчег. Нах строит ковчег. У него в распоряжении 120 лет. Почему нужно было 120 лет? Все-таки Всевышний хотел, чтобы у людей была возможность раскаяться, чтобы они раскаялись и перестали делать зло. И Нах не просто строит Вазиморя, строит его на горе. Всевышний сказал вырастить лес. Нах садит лес, высаживает. Все эти приготовления были для того, чтобы люди задумывались, что это такое, что происходит. Они подходили к Наху, говорили, что ты делаешь здесь. Он говорит, будет потоп, и люди все погибнут, и надо раскаяться. Он так выполнял, как праведник, свою заповедь. То, что Всевышний сказал, он четко выполнял. Всевышний мог бы по-другому поступить, спасти Наха. Но здесь сам ковчег имел особую святость. Его строил праведник. И само строительство ковчега было людям предупреждением, что все-таки человечество раскаялось. В конечном итоге люди сказали, мы тебе все равно. Если даже и будет то, что ты говоришь, мы тебе не дадим отплыть. Мы сломаем ковчег, если будет потоп на земле. Нах просто выполнял волю Всевышнего. То есть, как поступает праведник? Всевышний говорит поступить так-то и так-то. Человек выполняет то, что Всевышний сказал, он цадик, он праведник. То есть, если папа говорит, я хочу пить, ты взял стаканчик воды, принес папе, папа пил, ты цадик праведник. Есть еще другой уровень, уровень хасида. Хасида говорит, о, папа хочет пить. А что папа любит? Папа любит пиво. Побежал бы с лаварек, взял холодного пива, принес папе. Это уже благочестивый доказатель. Но заповедь Анах выполнял, он Всевышний сказал, он четко выполнял. Если берем Авраама, то он работал с людьми, он рассказывал Всевышний, все пути прикладывал. Анах четко выполнял то, что ему Всевышний сказал. Построил ковчег. Всевышний сказал, что к тебе войдут все животные по паре. И так и случилось. Пришло время. Всевышний собрал всех животных. По два вошли к нааху ковчег мужского и женского пола. Интересно то, что чистых животных наах взял по семь. Семь самок, семь самцов. А не чистых по два. Самца и самку. А птичек, Всевышний сказал, взять всех по семь. Говорят, что размеры ковчега. Какой он размер ковчега? Написано, что он 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. И что? Ну, можем себе представить, допустим, большая такая коробка. Но она большая для семья нааха. А если Всевышний собрал всех взять обитателей земли, как минимум по два. Как могут они поместиться? Ну, допустим, если взять локоть полметра. То есть 300 локтей это 150 метров длиной. Ширина, допустим, 50 локтей, значит 25 метров шириной. И высота 30 локтей 15 метров высотой. Три яруса, то есть у него три этажа. На верхнем этаже люди, на втором этаже животные, а внизу корм. Сказал, возьми пищу, которую они питаются, и вы питаетесь, берите с собой. Чудо невероятное. Потому что если мы даже возьмем всего, допустим, на земле есть два вида сванова. Индийский и африканский. Возьмем два индийских, два африканских. А сколько в день травы съедает слон? Около 100 килограмм. Можно себе представить, что четыре слона съесть 400 килограмм. А всего мы знаем, что нахрен ковчега в Ковчеге 365 дней. Год еще 10 дней. 354 дня. Это год лунный. И еще 10 дней. 365. То есть 17 числа второго месяца начался потоп. 27 числа второго месяца закончился потоп. То есть это невероятно. А если мы берем дальше, возьмем, допустим, чистых животных. Каждого по 14. Взять, допустим, ну кого? Жирафов 14 взять, чистое животное. Можете мне знать, сколько мест он занимает? Буйвол африканских. То он увесит. Сколько мест он занимает? И таких чистых животных огромное количество. Одних антилоп только на земле. Сегодня ученые насчитывают 96 видов. И что говорить? И сколько разных быков, сколько разных баранов, сколько разных вид козлов. Разные лоси. Чего только нету. Лани разные. И что угодно. Чистых животных огромное количество на земле. И это всех надо взять по 14. Никто бы не поместился в этом количестве. И если мы берем насекомых, то на земле на сегодняшний день ученые насчитывают около 1 миллиона видов. Если мы возьмем даже каждого вида по 2 штучки, то сколько получится? Разве они вместятся в такое маленькое помещение? Или возьмем птичек? На сегодня больше 9 тысяч видов птичек на земле. Если каждого взять по 14. Это 1,5 миллиона птичек? Куда? Это невозможно. Я уже не считаю всех земноводных, и змеи, и лягушек, и все это невозможно. То есть, или чудо, то, что Всевышний сделал, или никак, по-другому это не понимается. Все звери вошли в ковчег, Всевышний закрыл за ними дверь, Медраж пишет, люди эти пришли ломать ковчег, вышли дикие звери из ковчега, и они испугались, разбежались, и все. И начался потоп, вода потопа на земле, и подняла ковчег. Вода. Ковчег пошел по поверхности воды. Чудеса продолжаются. Вода пребывает и пребывает. Открылись окна небесные. Вода идет с неба, из-под земли. То есть, то, что мы знаем, что Всевышний во второй день творения разделил воду, отделил воду от воды, назвал пространство это небо, теперь он их соединяет, эти две воды, заливает всю землю. Написано, что покрылись все высокие горы. На 15 локтей поднялась вода и покрылись горы. Да что это такое, обычно же, если мы берем обычно, покрываются горы. Снизу верши идет вода. Потом покрываются высокие горы. Было логично, что-то Всевышний нам хочет сказать. Наши мудрецы особо не комментируют. А где мы вообще такое видим? Где у нас в истории есть пример таких событий, чтобы вода неестественным образом стояла? Мы помним, когда мы проходили море, Всевышний взял море и раздвинул его. И сделал стены, как смерзлись пучиным сердцем, расколу стены из воды. В необычном состоянии была вода. Здесь, очевидно, тоже что-то невероятное происходит. А для чего это нужно? Для того, чтобы люди боялись, и животные боялись. Потому что из-за зла человека это все происходило. Все эти действия, которые привели к потопу, были страшные. Грабили. Был грабеж на земле. Вообще, никто никого не жалел, кто сильнее, тот и прав. Сильнее забирал у слабого. Было полностью, полное извращение. Теперь вода прибыла. 150 дней она прибывает. Все. Погибли все животные, все деревья, все погибло. Написано, и все люди погибли. Остался только Наах, семья Нааха. Его трясына Шемхам Ефет, жена Нааха, Наама мы знаем из комментариев наших мудрецов. И три жены сыновей Нааха Шемхам Ефет. Все. Наах работает круглосуточно. Он обязан ухаживать за этими животными. Он обязан после них убирать. Он обязан их кормить. То есть, он еще должен заслужить право на жизнь. И нелегко ему удавалось. Медраш пишет, что его лев ударил. В общем, он пострадал, был ранен. В общем, очень тяжело ему приходилось к ковчеге. Он действительно зарабатывал себе право на жизнь. Потом написано, что вода начала убывать. И написано, что сел ковчег в седьмом месяце на горы Арарат. Видно, сел между какими-то вершинами там. А вода продолжала убывать до десятого в месяце. Первый день десятого месяца показались вершины гор. То есть, что-то невероятное происходит. Если уже ковчег сидит на горах, вода убывает. Получается, что... Что, а гора Арарат она самая высокая на земле. Разве где-то она была самая высокая на земле. Но на пять тысяч метров над уровнем моря, допустим. Есть горы, которые восемь тысяч метров над уровнем моря. То есть, получается, если он уже сидит здесь на горах, то получается, вверху еще воды три километра. То есть, что-то невероятное происходит. То есть, он в такой ситуации страшно, в любую секунду все обрушится. Эта лавина воды не останется ничего никого, никого. То есть, Всевышний очевидно, очень сильно дал понять, что он церемониться не будет. Если вы не раскаетесь так, как положено, то ему этот мир не нужен. Он полностью превратит его в хаос. И, естественно, это было страшно очень. Я это понимаю, что это невероятное что-то было. Потом прошло время, вода начала убывать. Наах понял, что двадцать седьмой день наступил. В общем, второго месяца, когда он уже выходит. И он сначала выпускает ворона. Ворон прилетает и улетает. У меня даже кто не доверяет ворониху. Ворониху нахуй не доверяет. Говорит, у меня это самое, если я... И он просто говорит, нахуй, если я погибну, буду и улетать, то тогда воронов на земле не будет. И единственный ворон на земле. Хотя это уже было неправда, потому что был запрет спариваться в ковчеге. А ворон-то нарушен, и ворониха уже сидела на яйцах. Так пишет витраж. Наах берет и выпускает голубя. Голубь не нашел места на яйцах, прилетел. Наах опять его подождался в ней и выпускает. И голубь приносит в масличный лист. И наах понял, что обсохла земля. И тогда он понял, что этот лист показывает, что уже земля обсохла. Как это можно понять? Дело в том, что эти деревья оливковые в основном в долинах растут внизу. И он понял, что вода ушла. Тогда наах снимает кровлю ковчега. И выходит с ковчега он и все животные. И интересно то, что он взял всех животных. Из всех животных, чистых птиц, взял, он выбрал жертвы и принес. Это единственный раз во всю историю, когда Всевышний сказал из всех чистых животных принести жертву. Обычно мы знаем, что только из домашних животных, быковца и коза, только из этих трех видов можно принести жертвы. Единственное исключение является дикий голубь. Он тоже разрешен. Вот. Дикий голубь или домашний голубь молодой разрешены. Вот в данном случае дикий. А тут из всех. То есть такое чудо произошло. И так закончился этот страшный потоп. И наах готов жить на земле. Что было дальше, мы поговорим об этом завтра. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малга, Абад Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Берт бот Фейга, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Дворна бот Мирям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Мазл парна Сазгула, Ирина бот Ири, Ароны рей бен Нурин, За хорошая духа, Ароны рей бен Двойра, Денис бен Ахума бот Сара, За здоровье Ольга бот Светлана, Йосиф Дан бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Датьяна, Юрия бот Белла, За парна Сайбриют, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис Лен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем все самое на лучшее, Желаю всем крепчайшего здоровья, Всем браха парна Сакавана, Мазл то, что мы это время не грешили, Надеюсь, встретимся завтра в 15.30. До встречи, шалвон! Субтитры сделал DimaTorzok